мой нынешний гость специализируется на ролях военных красивых здоровенных как принято говорить его знают и в голливуде и конечно же знают у нас нынешний проект это проект интернациональный до игорь да практически спасибо в гостях практически интернациональный игорь так вей это в фэнтези интернациональная почему она во первых потому что несколько стран задействовано было в этом проекте германия чехия россия потом актеры есть у нас иностранные очень хорошие такие как один из моих между чем любимых актеров голливудских это джейсон флеминг замечательная с тех пор как я увидел карта деньги два ствола чудесные чудеснейшие ну и многие другие работы у него есть замечательные человек он отличный у нас еще несколько актеров задействованных голливудских поэтому но это вы их подтягивали то есть вы так посреди кастингом занимаетесь или просто так сложилось что нет вот на этот фильм я не подтягивал никого мы сейчас другой фильм закончили тоже замечательный называется и рейсан вот туда и проект 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 с иваном халовы стендарь да вот туда и ларили а герри керритор грану не буквально премьеры то правее и интереснее у нас в прошлом году мы с вами когда беседовали не было кота вот а сейчас опыт какой как его зовут семян это вот мы у нас традиции такая вот может ни в коне не в курсе да у нас гости придумывают названием кошкам и мы их под этим именем пристраиваем поэтому если в течение эфира придет в голову как назвать этому я думаю да что нибудь придумаем сейчас мы посмотрим чуть за его поведением условно говоря пока она ванесса но если что-то другое вам покажется вот во время разговора то мы ее переименуем у него как бы будет имя от жижикина можно будет через дефис ванесса жижикина ванесса жижикина кстати хорошая идея ваш напарник и подельник даже я сказал бы иван охлобыстин назвал по-моему блюзом в честь сукачевского кота да да и тут же тут же был пристроен кстати кошки вот считается что они мистические животные всякую нечистую силу о которой вас фильма они чувствуют и видят у вас не было никогда животных были у меня собаки правда все время были но мне кошки я кошек тоже люблю вообще я животных обожаю если бы я был бы чуть посвободнее но в своем графике передвижениях я бы завел бы себя мне кажется уйму каких-то животных а так у меня были собаки сеттер меня ирландские недавно совсем его не стало но он меня 17 лет прожил где в калифорнии линия в калифорнии какие-нибудь мистические были на съемках происшествия обычно говорят что когда экранизирует вещи гоголя там всегда что-то такая чертовщина какая-то происходит ух я не знаю насчет прям такой вот чертовщины ну происходили какие-то вещи во первых мы жили в замке это под прага еще 100 километров и он такой этот древнейший замок ему там 700 лет и и во-первых когда мы туда просто зашли в этот замок уже у всех такое было какое-то чувство у нас режиссер специально это сделал чтобы мы уже начали проникаться вот этой вот внутренней такой составляющей фильма но общественные там какие-то снились всем разные там что-то такое вот ну да в этих стенах то что-то да такая вот мистика так снимали у меня лет снимали семь лет практически до 7 лет у меня был случай один когда я мне пришлось вспомнить вот эти все мистические вещи когда мне на съемках просто плохо стало но мне стало плохо от физической нагрузки потому что у меня огромное превращение сумасшедший костюм пластический грим и в этом всем меня еще поднимали под потолок откуда я должен после своих превращений я там прыгаю и летаю и все это происходит было неимоверно тяжело у меня передавились вообще меня на специальных таких подвесках лонжах мне стало плохо просто реально плохо видно у меня передавились там какие-то сосуды я беру снимайте меня меня сняли отвели в гримерную я лег лежал в гримерке и вот мне тогда приходили в голову вот эти мысли над живи там вот все там какие-то истории с этим связано говорят 25 тысяч свечей у нас целая бригада была ответственная за свечи которые их же нужно не просто да там поджигать или еще надо еще и держать в одном состоянии с ты уже входишь в какой-то дубль там пол свечи ты если она сгорела то есть ты не можешь этом чтобы следующее было там друг новая свеча да их нужно сжигать до определенного уровня все ну в общем это было катастрофически иногда приходилось перерывать чтобы опять заново все эти свечи разгонять и все но очень много сожгли я даже не знаю сколько тонн этих свечей сожгли эти съемки происходили в один и тот же сезон по времени года в течение их семи лет или они происходили независимости от сезона практически в один в один и тот же сезон когда зимой нет это как раз происходило лето осень вот так вот ну расскажите немножко про про ленту вы играете казака я играю опять военно я играю казака такого вот как раз которые два казака которые и водили хому каждую ночь в церковь отмаливать паночку ну такой вот он у меня герои но они там все 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 герои там во первых все практически казаки да потом они все у всех там сложные превращения потому что ну понимаете это мистика да правда нужно отдать должное вот нашим сценаристам то что из-за вия как вот мы его приняли воспринимать до от ужастика он теперь превратился приключенческий фильм благодаря вот в жанр фэнтези благодаря вот героя флеминга который путешественник он путешествует по стране там и любовь там и и ну много всего происходит теперь не нужно ожидать что вы придете там вы будете пугаться пугаться будете естественно а вы экранизацию видели советскую где в орле играл паночку ну что-то те кто над фильмом работали держали в голове относительно той картины чтобы не сделать так же или чтобы не повториться или наоборот повториться или вообще этих разговоров не было не было таких разговоров абсолютно нет старался конечно внести что-то свое но здесь знаете когда ты был ты по ходу вживаешься в роль бывает что ты по ходу фильма ты находишь что-то новое дополнительные там открываешь своем герои что-то еще но я правильно понимаю что это фильм это последняя роль в кино золотухина до валя сергеевича что расскажете про работу с актером золотухина ну вверх я счастлив что мне повезло все-таки поработать это первый ваша был совместный какой-то проект до 1 я с ним нигде не работал ну не конечно это просто не описать словами это человек такого масштаба и такого диапазона и он нам задавал тон в работе и какие-то такие вспомогательные вещи давал нам когда мы там снимали вот казацкий быт этот сидя там в доме он вспоминал какие-то неимоверные старые казацкие песни какие-то там байки нам рассказывал что прям вживался вообще непосредственно помогал вживаться мне по крайней мере в роли вот так вот а вы что-нибудь вообще из казачьего быта знали до работы вы знаете что вообще вот я занимался пятиборьем я знаю что как ездить на лошади там все здесь я столкнулся а фехтование опять же фехтование здесь я столкнулся вот с такими вещами значит во первых эти казаки в то время у них же не было ни карманов там ничего все что все свое они носили с собой вот у них там несколько поясов они накручивали из-за эти пояса они запихивали все что можно там пистолеты сабли трубки махорку там я не знаю все что вообще можно найти и когда первый раз на меня все это напихали запихнули туда так много всего у и там и кисеты какие-то и ты черти чего там только нету и я даже не мог понять не то что как они ездят как вообще с этим забраться на лошадь они очень лихо с этим справлялись и и делали и взяло какое-то время чтобы привыкнуть к этому то что у меня даже спина болела там ну бы там реально килограмм 15 навешиваешь на себя вот вы сейчас сказали взяло время это такая калька на самом деле с английского так вот шпионы и прокалывались раньше то есть вы чувствует что очень много в америке прожили потому что вот эти вот кальки с нашего языка в английском с английского обратно когда вы работали над этим фильмом вы смотрели на него глазами потенциального заокеанского потребителя или нет или вы отключаетесь полностью нет смотрел мне мне было кстати интересно я мне хочется чтобы этот фильм вышел международный прокат чтобы он получил там я не знаю какие-то премии международные потому что он тоже действительно такого масштаба и то что я вообще горд за наше киноискусство что у нас наконец-то стали вот такие фильмы делать по чесноку прям знаете без без какой-то фальши привлекая профессиональный народ съемочную группу вплоть до каскадеров там которые там профессиональные работали тоже в голливуде пражские чешские каскадеры в общем проект огромнейший я очень надеюсь на все все-таки на международный прокат этого проекта сейчас ведутся переговоры между прочим с американских садов до скорей ну потупу нам там же тогда должен быть обязательно хэппи-энд я так правильно понимаю все-таки американские зрители не поставили некие насколько я знаю некие свои условия но я не знаю насчет хэппи-энда но некие условия они поставили до которые нужно там поменять чуть-чуть заменить что-то доделать насколько вообще сценаристы отошли от оригинала насколько гоголь вообще остался ну не так много я скажу там практически все осталось просто добавились некоторые составляющие вот путешественник картограф остальное в принципе там все осталось там не так много они ушли то есть для вас самым сложным насколько я вот пока понял и была именно физическая до нагрузка при работе над этим фильмом а самая сложная до физическая нагрузка потом у нас не было бутафорских не не сабель там ничего приходилось и когда мы начинали съемку мне вот здесь вот делали там грим такой чтобы ну чтобы было видно что он бывалый казак что когда он мозоль да так это мозоль потом образовалась концу съемок потому что но это действительно физическая нагрузка большая а она обживаться в роли помогала потому что когда ты одеваешься на себя когда ты превращаешься в казака когда ты все это одеваешь что одежду ты смотришь на себя смотришь на других ты уже автоматически ну вжился в эту роль то что невозможно в таком в таком вот образе промахиваться мы когда с вами в прошлом году разговаривали мы начали разговор с вашей фотографии армейской из вашего фейсбука здесь фейсбуке я увидел фотографию где брюс уиллис и шварценеггер держат табличку не боимся вея что это за фотография откуда я я честно говоря не знаю кто то она в вашем фейсбуке ну кто-то мне на стены и повесил мне она мне вешают многие интересные вещи какие-то как это просто такая фото жаба это какая-то фото жаба я не думаю что это нет я просто был за интригу он знаешь что в это вообще в принципе этих людей знаете лично я подумал малый может быть игорь там как-то решила может у нас продюсеры ездили в голливуд как раз на переговоры может они там что-то такое замутили сделали настоящих вы знаете кто он еще на ту роль на которую вас пригласили кто кто еще пробовался на эту на роль этого казака или с вами не делились таким и не хочу знать а зачем нет но почему знать что допустим может быть кто-то из тех людей которых вы видите себе конкурент в том жанре в котором вы работаете кто у вас конкурент у нас из я вообще об этом не думаю честное слово вот клянусь в этом смысле значит америка вас не отпечатала то есть вот эти все вещи маркетинговые они прошли мимо вас нет мне кажется я такой как я есть я достаточно индивидуальный персонаж и чего я должен думать каких-то там конкурентов нет конечно если так думать если если так думать то ты автоматически начнешь что-то менять что-то подражать или наоборот да да допустим ну я нравлюсь такой как я есть если я начну что-то менять это будет уже наверно это буду не я вы знаете я вот когда с вашим партнером и товарищем беседовал с хлобыстином я ему высказал свое мнение что на самом деле ключевой персонаж слове разбойники это на самом деле ваш персонаж он там не самый значительный смысле хронометража экранного времени но вот по той метаморфозе который с ним происходит вот он самый показательный это так и было задумано изначально это было прописано в сценарии или это такое решение родилось во время работы уже что агент засланный к разбойнику он выполняет свою миссию но присоединяется к нет это было программировала это было так прописано так я думаю что это как раз мысля вани пришла когда-то уже мы именно об этом говорили что вот именно так он должен себя вести именно так он должен поступать именно таким вот он должен быть нового но в конце все равно он видите меняет свое да 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 нет вот это вот это бы и было интересно вот у меня меня это боль все праздник поразило в этом в этом фильме при том что пресса была самая разная в общем писали про этот фильм и хорошее плохое вы читаете то что пишут о вашей работе я читаю да иногда читаю как-то реагируете но вы знаете что мне есть мнение каких-то есть мое мнение во первых есть менее людей которых я очень сильно уважаю и это кто например ну допустим а борис борис гребенщиков я недавно он меня пригласил на концерт я к нему приходил и он мне сказал что это мой любимый фильм вообще любимый соловей да и он говорит почему вы не хотите снимать снимайте продолжение можно же как-то сделать можно но вот ваня вроде не хочет как-то история уже должна быть другая но вот ты им и от многих людей уважаемых мною я слышно это хорошо когда и говорят и хорошо и и плохо да но кому-то нравится кому-то нет значит он затронул фильм значит есть о чем там подумать а уве еще до премьеры были какие-то показы закрытые для кого-то кто-то уже видел этот фильм и кто-то уже так или иначе высказал свое мнение до местного никто ничего не видел никто ничего не знает даже мы только я вот видела свои там роли на а то есть вы не видели целиком ленту нет ничего не видел расскажите а вот боюсь жутко ну потому что то столько вложено действительно труда надежды всего и мне действительно страшно что так хочется получился вот многие ваши коллеги говорят что у нас на самом деле почти не осталось кинокритики вот ну как таковой когда разбирают работу то есть есть блогеры есть журналисты которые высказывают вот ну как вы заметили вот свое личное чаще мнение что нет вот серьезной аналитики это так но почему есть какие-то передачи даже у нас на нашем телевидении не знаю осталось еще там вот передача гордон который вел где приглашают идет пресс-показ какого-то фильма и приглашают в студию людей которые обсуждают это а вы в америке читаете что-нибудь вот из по профильной пресса парки году про кино там же есть журналы про кино или нет либо вы ваша собственная работа вполне вас удовлетворяет в этом смысле они но слушайте к я вообще сама это я моя работа меня никогда меня не абсолютно и просто я даже поэтому я боюсь смотреть какие-то свои там вещи работы я себя буду грызть так что я потом не сплю ну когда-то иногда читаю что-то иногда не очень но обычно такое качество вот такая рефлексия она ведь не только на профессию распространяется тогда вы наверное самоед вообще в принципе в отношении не себя как в принципе персонажа личности человека мужчины бла-бла-бла-бла есть такое тяжело также это наверное но управляюсь как ну а что вот вам по себе как вот в личности больше всего не нравится не нравится ну я такой типичный представитель весов я то есть я да для меня принять решение какое-то это прямо застрелиться легче вот это вот меня раздражает порой причем в элементарных вещах каких-то я буду долго мучиться думать надо мне не надо зачем потом еще сделаю и потом опять буду думать зачем сделал вот это вот да ну тогда вы наверное ведь разбираете все свои работы и постфактум что вот с вашей точки зрения самый такой большой epic fail вот был вот самый большой что ну провал вот если из-за российского кинематографа нет вообще вот в вашей вашей работе в моей работе да 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 вашей работе ну что ж я буду ставить проколе у меня много было провалов просто не хочется об этом говорить сейчас бросятся смотреть а значит он там про один то можно про какой нибудь может быть на санерного и и были как противоположные были какие-то какие-то роли на которые соглашался потом жалел кое-что не вышло еще а кое-что не вышло из того что вы считаете заведомо будет да да ну по крайней мере по крайней мере я себе там стопудов не нравлюсь потому что я уже когда на озвучание был и я понял что я зря согласился это не мое там я уже говорил до эфира что у нас новая традиция в этом году появилась мы играем в правду да значит как это выглядит правду 24 правда 24 данного вопроса будет всего три здесь фишки в этом мешочке четырех цветов вы вытягиваете фишку потом соответствующего цвета вытягиваете карточку карточки значит это вопросы на подумать голубые красные это откровенные вопросы неловкие желтые и белый это свободный вопрос это от меня вот если вопрос вам совсем как три карточки да нет вы выбираете по 1 сперва один камушек вытаскиваете так можете не отвечать если вопрос вам хорошо красный до любую красную карточку до выбирать вот мучаюсь видите да весы да 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 я уже предвкушал когда вы сказали что вы зачитываете как часто вы удаляете sms переписки на телефон из телефона чтобы их не прочитал ваш партнер ваш партнер бывает да когда есть партнер бывает но нет но и не из-за того что там допустим ну иногда просто тебе кто-то что-то пишет тебе не хочется там доставить какой-то принимается некая но вообще бывает но не часто понятно у всех бывает да ух как-то опять красный да это самые такие неудобные вопросы вот это что это уже перевернутая на вода так откровенный вопрос какая часть тела вашего партнера вам нравится меньше других какие у вас вопросы часть тела партнера меньше других может партнер не посмотрит эфиры нет но и я не даже сложно сказать его я обычно у меня партнеры в которых мне все нравится отличный вам отличный ответ на не очень я сначала смотрю все ли мне нравится потом хорошо начинаю партнерствовать последний если опять красный то не знаю нет на это раз желтый так неловкий вопрос на каком документе вы подделывали подпись начальника в армии такого не было допустим там чтобы самовол в армии в армии точно не вы даже не не могу припомнить сюда было ли когда-нибудь у меня такое во первых меня начальников не было вообще никогда но они дали увалили были но там как в армии подделать под начальника это по-моему расстрел срыву налга трибунал через повышение не я не могу припомнить режиссер актер всегда начальник но смысл поделают подпись никакого нету честно не могу вспомнить нет свою подделывал свою поддержку хорошо ладно тогда вывод который делаю я и нами вы со мной согласитесь что с правдой лучше не играть абсолютно точно спасибо или играть в нее всю жизнь по-честному да